Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о той самой малютке, которая может в Next Gen, и которая называется Xbox Series S. Эта консоль, пожалуй, самая спорная консоль нового девятого поколения, поскольку много кто ее хейтит за слабое железо, кто-то не уверен, что она проживет ближайшие два года, но кто-то просто ее хейтит лишь потому, что так захотел. До этого видоса я видел как много негативных, так и положительных обзоров, я, кстати, эту малютку защищал как только мог, но теперь она появилась у меня, и о ней я могу рассказать уже с точки зрения пользователя. В этом ролике я расскажу свое мнение по поводу этой консоли, но также отвечу на вопрос, а стоит ли ее брать, поскольку многие почему-то этого сделать боятся. Если видос вам понравится, то не поленитесь нажать лайк и подписаться на канал, мне будет очень приятно. Но прежде чем я начну, хочу сказать, что в нашем телеграм-аккаунте сейчас проходит розыгрыш на Assassin's Creed Valhalla, если что, ссылочку на розыгрыш я оставлю как всегда в закрепленном комментарии, поэтому кликай и участвуй. Также я хочу вас попросить написать в комментариях топ-5 игр, в которых вы хотели бы узнать разницу между консолью Xbox Series S и консолью Xbox Series X. Да, дело в том, что у меня еще в планах записать ролик по поводу Xbox Series S, и там я хочу взять два одинаковых монитора, две одинаковые игры, и просто взять и сравнить Xbox Series S с консолью Xbox Series X. Именно сравните их с точки зрения пользователя вплотную. И при помощи ваших топов я хочу отобрать самые популярные игры, естественно те, которые у меня есть, и записать об этом видеоролики, поэтому пишите свой топ-5 игр в комментариях, и давайте начнем. Начну, пожалуй, с того, как оно у меня появилось. Когда я отдыхал в Сочи, так скажем, проводил медовый месяц, я, кстати, не сидел без дела, снимал влог, если вы захотите его все-таки увидеть, то напишите об этом в комментариях под типу GoVlog, мало ли интересно. В общем, за этой консоли мы вообще охутились давно, но ее почти нигде не было. Я писал во время своего путешествия брату, мол, не нашел ли он ее, он отвечал нет, нет и еще раз нет. Но когда я уже приехал с отдыха, он просто молча занес ее в комнату, и я офигел. Поехал домой, все дела, и смотрите, что братан подсуетился и заказал. Та-да-да-дам! Xbox Series S. Да-да-да, подъехал контент. Брат успел ее урвать без каких-либо перекупов за стандартную цену 27 тысяч рублей, несмотря на то, что в мире дефицит. Но ему на самом деле повезло. Вообще, если вы вдруг не можете найти Xbox Series S, но очень хотите ее приобрести здесь и сейчас, то советую вам чаще использовать Е-каталог, в котором вы можете найти все возможные магазины, в которых есть эта консоль. Помимо этого, вы сможете посмотреть технические характеристики консоли, почитать отзывы других ребят и узнать, кому понравилось, а кому-то нет. Ну а самое главное, вы сможете найти самые выгодные предложения на сегодняшний день. Если вдруг по каким-то причинам сомневаетесь в Xbox Series S, то можете сравнить с тем же Xbox Series X и сделать уже окончательный выбор. Если что, здесь вы сможете найти не только консоли, но и прочую электронную технику. Если что, Е-каталог стал доступен теперь и на территории Казахстана, поэтому если вам нужно что-то приобрести, используйте Е-каталог. Пару дней после моего приезда, к сожалению, я ее не вскрывал. Кстати, брат тоже до моего приезда ее не трогал. Но потом, когда мое сумочувствие стало более-менее нормальное, поскольку я немножко приболел на тот момент, я все-таки увидел ее вживую. И знаете, при первом взгляде на нее я просто офигел, какая она маленькая. Это реально так, и несмотря на то, что я знал, что она компактная, знал приблизительно размеры, я реально офигел от того, какая она маленькая. Если что, через видос вы вряд ли ощутите, какая она, но поверьте, она реально компактная. Кстати, все те, кто заходил в комнату и видели новый Xbox, в принципе, говорили подобные фразы. Ух ты, какая малютка! Нифига себе, какой маленький! Поэтому, что касаемо размера, майки действительно смогли удивить. Что касаемо упаковки. К сожалению, цвет этих штук реально напоминает подставки из-под яиц, но это вообще мелочь. Единственное, когда я смотрел на консоли в коробке, я задался вопросом, а где геймпад? Где шнуры? Но такая дупость мне простительна, поскольку не особо отошел еще от болезни. По геймпаду, в принципе, ничего говорить не буду. Точно такой же, как и у Xbox Series X. Удобный, классный, но теперь белый. Кстати, за последнее время я очень привык к рестовине, и она, мне кажется, уже не такой неудобной. Также в комплекте вы найдете кабель питания и HDMI. Настройки консоли все те же, настраивал я ее через телефон. Кстати, что при первом включении, что при следующем, она не издавала звука вообще. То есть, могу сказать, что она работает, как бы это странно ни звучало, еще тише, чем Xbox Series X. Ну, странность заключается в том, что Xbox Series X и так тихо работает, но тут еще тише. На борту доступно чистых 361 гигабайт, и, пожалуй, это первое но в этой консоли, которое многим особо не нравится. Скажу честно, после памяти Xbox Series X и его одного терабайта, действительно кажется как-то мало. Но тут нужно понимать, что если бы память была больше, то, соответственно, больше была бы и цена. И если бы консоль стоила бы уже больше 27 тысяч рублей, мне кажется, у многих появилось бы больше сомнений в ее надобности. Плюс еще к этой теме хочу сказать, что выходом из этой ситуации является внешне жесткий диск. Не SSD-шник, просто внешне жесткий диск. С помощью которого вы сможете хранить Next-Gen игры. Именно хранить, не запускать. Хоть это для кого-то может быть такой себе выход, но поверьте, так у вас уйдет намного меньше времени для передачи тех или иных видеоигр. Я, кстати, в этот раз не скачал игры через интернет и как раз-таки перебрасывал через внешне жесткий диск. Перебрасывал я около 300 гигабайт и где-то я перебросил это в течение трех часов. Соответственно, таким образом можно хранить и Next-Gen игры и просто в нужный момент их менять местами с внешнего накопителя на жесткий. Короче, если что, об этом я записывал целый видос, можете глянуть. Конечно, в этом случае вы можете рассмотреть и SSD-шник, но, к сожалению, сейчас его брать не особо выгодно, ибо он почти стоит как целая консоль. И теперь я хотел бы поговорить о самом интересном. Производительность это, в принципе, то, что многих настораживает в этой консоли, поскольку тут тех самых рекламных трафопс меньше, чем даже в том же Xbox One X, консоли прошлого поколения. Если что, хочу напомнить, что Xbox Series S создавалась, по сути, под Full HD, максимум 2К, на чем, в принципе, я и играл. Также напоминаю, что то самое разрешение и та самая графика в играх, которая для многих очень важна в вопросе выбора консоли, это разные вещи. Поскольку разрешение это лишь четкость картинки, а графика же это больше то, как игра выглядит в целом, ее стилистика, эффекты и так далее. По сравнению с тем же Xbox Series X, хочу сказать, что разница, по большему счету, лишь в разрешении. Да, есть игры, которые работают так себе, и одна из них Metro Exodus, в которой добавили трассировку лучей, которые и делают всю эту плохую погоду, но, по большему счету, вся судьба того или иного проекта зависит от рук разработчиков. Поэтому винить как-то здесь консоль в этом плане я вообще не вижу смысла, ибо на ней есть next-gen игры, и которые себя отлично показывают, пример та же Valhalla. Она, кстати, здесь идет в 1080p и 60fps. Да, я не сравнил игры в упор, монитор к монитору, не искал 5 отличий, глядя в упор, я просто играл. Играл как простой человек, который и покупает консоль для игр. Просто знаете, к примеру, многие хвалили на Xbox Series X дальность прогрессовки и так далее, и тут я хочу сказать, что разглядывая все, именно разглядывая все на 12 тарафлопсах, мне было все идеально. Поэтому самое главное, на мой взгляд, в этом вопросе, это просто нормальная картинка и, соответственно, играбельная оптимизация, но в этом у младшей консоли все отлично. Я тестил и другие игры, и опять же, каких-то кардинальных отличий между Xbox Series X и Xbox Series S я не увидел и не увижу, поскольку оптимизация большинства проектов более чем нормальная. Разницу можно почувствовать только лишь в разрешении. Да, я понимаю, что есть люди, для которых разница между мощной и слабой консолью велика, что, мол, это небо и земля. Также есть люди, которые вечно смотрят тесты, считают пиксели и, ну, короче, занимаются такой вот бесполезной фигней. Но тут я хочу сказать так. При игре на этой консоли, а именно в настрое, чтобы поиграть, а не поискать какие-то отличия, эта консоль более чем хороша. Быстро грузит, ибо скорость загрузки аналогична, как у Xbox Series X. Все те же фишки, что и на мощной консоли по типу Quick Resume, обратная совместимость. Тут, кстати, стоит отметить про отсутствие в некоторых играх трассировки лучей, но, к счастью, это не то, зачем нужно гнаться на консолях. Так, поверьте, и игры с такой технологией лишь единицы, поэтому просто забейте на это. В этом вопросе тут самое главное, это то, что просто идут next-gen игры и будут выходить на нее ближайшие лет пять. И, в принципе, что еще нужно? Единственное но в этой всей теме будет лишь для тех, кто привык к 4К разрешению и переходит, к примеру, с того же Xbox One X. При условии, что вы всегда до этого играли в 4К и на большом телеке, это, кстати, тоже важно учитывать, будет такой себе переход, это факт. И для тех, кто привык к этому разрешению, могут просто бесить лесенки. Ну, то самое разрешение, короче. Но тут, опять же, очень важно вспомнить, что Xbox Series S, она и не делалась под 4К. Ее самая базовая функция – это дать возможность пользователю играть во все next-gen игры. С этой задачей она справляется более чем и даже лучше, чем тот же Xbox One X, у которого Терафлопс побольше. Что касаемо новых игр, на эту консоль выйдут все те же самые игры, что и на Xbox Series X и даже тот же Stalker 2. Поэтому, если вы вдруг думаете, что же брать Xbox One X или Xbox Series S и вы хотите поиграть в новые игры, то берите Xbox Series S и не думайте вообще. Если же задаваться вопросом, а сколько же проживет эта консоль, ведь там слабое железо, это горлышко бутылки и так далее, то я уже рассуждал на эту тему в прошлых видосах, можете глянуть. Если делать итог, то хочу сказать, что эта консоль – это лучшее решение для СНГ. За 27 тысяч рублей вам дают целую next-gen консоль, которая будет актуальна ближайшие лет 5. За такую цену вы вряд ли где-то найдете устройство, которое сможет вам дать возможность играть в новые next-gen игры. Xbox Series S – это реально подарок за даром с возможностью оценить все новые поколения. Если вы вдруг сомневаетесь, брать или не брать, то советую посмотреть сначала на ваш ТВ или монитор. Если же ТВ и монитор у вас 4К и вы привыкли к нему, и вам важно это разрешение до усрачки, то тут посмотрите на ваш бюджет. Если вам действительно важно 4К разрешение, то возьмите Xbox Series X. Если вы хотите просто играть и не считать пиксели, то Xbox Series S, повторяю, это самый лучший вариант. Поэтому как-то так, ребят, в который раз я для себя убедился, что Xbox Series S – это просто прекрасная консоль. Если видос вам понравился, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, пишите свое мнение о данной консоли и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч!